Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РУДН. В студии для вас работа Алсу Исмаилова. И в ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях из жизни Российского Университета Дружбы Народов. 30 представителей вузов России, которые входят в сетевой университет Шанхайской организации, сотрудничество встретились в РУДН для подведения предварительных итогов учебного года и подготовки к приемной кампании 2016 года. Подробности далее. 30 представителей вузов России, которые входят в сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества, встретились в РУДН для подведения предварительных итогов учебного года и подготовки к приемной кампании 2016. Главный вопрос, который сейчас ставится, это как дальше развивать университет ШОС, куда концептуально вести это направление с учетом современных вызовов и угроз. Мы здесь не отметаем наше понимание современной ситуации, куда она может развиваться. Поэтому главное, что мы видим в сетевом сотрудничестве, те государства, которые входят в эту организацию и прибавляются, всем известно, что ШОС это динамичная организация, она будет расширяться. И для нас очень важно понять, куда мы дальше будем двигаться. Сейчас перед университетом ШОС встает вопрос о создании единой электронной площадки для оперативной коммуникации и обмена опытом. Также необходимы механизмы отслеживания успехов первых выпускников, которые уже начали демонстрировать карьерные успехи. В частности, участники заседания отметили положительный опыт работы Ассоциации иностранных студентов, российских вузов и других подобных объединений. Правительство России каждый год выделяет квоты на обучение для лучших студентов из вузов членов сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Министерство образования стран ШОС заинтересовано в приглашении студентов на учебу в их вузах. Возможно, вопрос о сетевом взаимодействии будет расширен до сотрудничества не только по программам магистратуры, но и бакалавриата, аспирантуры, краткосрочным курсам и летним школам. Университет ШОС – это не простое сетевое образование, это инструмент нашего гуманитарного влияния на очень-очень большом пространстве, где проживает большое количество людей. И оставлять без внимания такой участок просто было бы нерационально с точки зрения внешней политики и с точки зрения задачи продвижения нашего образования. Заседание национального ректората университета ШОС позволило сверить данные и скорректировать планы, а также более тщательно подготовиться к юбилейной десятой неделе образования государств-членов ШОС «Образование без границ», который пройдет 16-20 мая в городе Далянь, Китайская Народная Республика. Телевидение РУДН. Новости. На базе факультета гуманитарных и социальных наук РУДН прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Габонской Республики в Российской Федерации. Наша съемочная группа побывала на месте событий. На базе факультета гуманитарных и социальных наук РУДН прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Габонской Республики в Российской Федерации госпожой Жанной Росмамьяко. В своей актовой речи посол Габона говорила о деколонизации Африки, о традициях африканских народов, сотрудничестве СССР со странами Африки и Российской Федерации, подчеркнув преемственность сотрудничества с африканскими странами. Многие африканские послы ответили на вопросы студентов. Была выражена надежда на организацию конференций, может быть даже и в посольствах этих стран, для обмена мнениями, для приглашения участия в конференциях. Телевидение РУДН, новости. Круглый стол стратегии научно-технического развития и роль молодых ученых, организованный Советом молодых ученых университета, прошел на базе Учебного центра управления космическими полетами РУДН. Подробности у нашей съемочной группы. На базе Центра управления космическими полетами РУДН прошел круглый стол стратегии научно-технического развития и роль молодых ученых, организованный Советом молодых ученых Российского университета дружбы народов и Институтом пригладных технико-экономических исследований и экспертиз. Темы, которые поднимались участниками круглого стола, важны и весьма актуальны. Это отметили как гости, так и эксперты, присутствующие на заседании. Именно сейчас есть огромная возможность для того, чтобы выйти со своими идеями, со своими предложениями, изобретениями, со своим энтузиазмом и энергией, выйти в мир. Эта ситуация не будет длиться долго. Вот именно сейчас открывается окно возможностей. И очень-очень хочется, чтобы это окно возможностей в РУДН не было упущено. Совет молодых ученых РУДН был создан с целью объединения научно-исследовательской молодежи университета для того, чтобы они могли реализовывать свои профессиональные навыки, амбиции, высказывать свои пожелания. Ведь в бурных дискуссиях и обсуждениях зачастую рождаются те решения, которые в последующем будут донесены до руководства РУДН. И круглый стол стратегии научно-технического развития и роль молодых ученых стал одним из ключевых мероприятий Совета молодых ученых. Стратегия научно-технического развития в настоящее время приравнена к национальной безопасности нашей страны, потому что от этого зависит, конечно, развитие науки и техники в нашей стране. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы молодые ученые, студенты, аспиранты и молодые сотрудники университета в своей научной деятельности руководствовались именно важными приоритетными задачами, которые ставят перед молодежью, в том числе и государство. Организаторы надеются, что этот круглый стол станет началом регулярного проведения подобных встреч в стенах РУДН. Ведь роль молодых ученых, инновации и пути их развития – приоритетные направления, от которых зависит будущее научно-исследовательской деятельности университета. Телевидение РУДН. Новости. Кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН провела межвузовскую научную конференцию «Современные проблемы международных отношений и мировой политики». Подробности далее. На базе факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета «Дружба народов» прошла 12-я межвузовская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы международных отношений и мировой политики». Организатором мероприятия выступила кафедра теории и истории международных отношений факультета. Кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук традиционно уделяет большое внимание исследованиям по внешней политике зарубежных стран и регионов. И особое внимание мы уделяем тоже внешнеполитическому процессу, в том числе роли мозговых центров, их влиянию на процесс принятия решений по внешней политике. Конференция была посвящена роли мозговых центров Евросоюза в процессе принятия решений в ЕС. Там ситуация более сложная, поскольку существует внешняя политика ЕС, это наднациональный уровень. И, соответственно, очень интересно посмотреть, как мозговые центры в странах-членах Евросоюза влияют на процесс принятия решений в Европейском Союзе. На конференции присутствовали как российские эксперты о международных отношениях, так и зарубежные коллеги из Латвии, Венгрии, Хорватии и других европейских стран. Основная цель мероприятия – изучение внешнеполитических процессов, происходящих на территории Евросоюза в настоящее время. Это интересный очень разговор по проблемам научного обеспечения, внешней политики Европейского Союза. Это очень близко касается, естественно, и России, потому что одно из направлений внешней политики Евросоюза – это партнерство с Россией. Сейчас возникли осложнения, к сожалению. Я думаю, что к обоюдному сожалению, тем не менее, надо будет искать какие-то варианты выхода из этой ситуации. Мы давно сотрудничаем с вашим университетом и очень рады этому сотрудничеству. У нас проходит обмен студентами, обмен преподавателями. И я действительно очень признательна организатором круглого стола и дискуссии. Очень довольна, что мне оказана такая честь участвовать в этой конференции. И я надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем, в дальнейшем, на расширение обмена наших студентов и профессоров. Телевидение РУДН, новости. Российский университет дружбы народов по традиции стал площадкой проведения окружного праздника студенческой молодежи планеты Юго-Запад. Наша съемочная группа совершила свое кругосветное путешествие. Весна, яркое солнце, мир, дружба, а главное – полное взаимопонимание и единение времен, поколений народов, стран и континентов. 5 мая на площади перед главным корпусом Российского университета дружбы народов состоялся ежегодный окружной праздник студенческой молодежи «Планета Юго-Запад». Фестиваль «Планета Юго-Запад» – уникальное событие. С каждым годом оно становится все более привлекательным не только для студентов университета, но и для гостей мероприятия, которые приезжают в РУДН из разных уголков столицы. Я уже 7 лет живу в России и седьмой раз посещаю этот замечательный праздник. Это праздник, который объединяет все народы мира. Мы здесь можем делить частичку нашей разной культуры. РУДН – это целый мир, и пусть по населению он не превосходит и одного города, однако здесь в наибольшей степени раскрываются принципы самого демократического государства на свете – свобода, равенство и братство. Выставки земляческих объединений РУДН показывают в этот день все разнообразие и богатство культур. Азия, Африка, Латинская Америка, Арабский Восток, Европа. Традиционные музыкальные инструменты, красочные сувениры, многообразие блюд, народные танцы. Как будто целый мир объединяется в одном месте – на площади перед главным корпусом Российского университета «Дружба народов». Меня зовут Салхия Амира из Туниса. Мы тут представляем Тунис. Мы на планете Юго-Запад. Нам очень нравится. Будет интересно. Каждой стране показывает свою культуру, свои традиции, свои национальные костюмы Одессы и так далее. Сегодня мы очень счастливы, что наша университет «Дружба народов» нам дала эту возможность показать нашу культуру. Нам очень-очень нравится и нам очень-очень хорошо. Так что в следующем году приходите все. Вот уже несколько лет фестиваль «Планета Юго-Запад» переурочен к самой героической дате в истории нашей Родины – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Все выставки в этот день посвящены только им, ветеранам. А со сцены студенты Руден из разных стран мира исполняют песни военных лет. В адрес ветеранов Великой Отечественной войны звучат слова благодарности и поздравления от студентов самого многонационального вуза планеты. А иначе и быть не может. Ведь зато и воевали наши деды и прадеды. За счастье, за молодость, за мир между всеми народами. Телевидение Руден. Новости. Это все новости на сегодня. С вами была Алсу Исмаилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok